Всем привет, меня зовут Влад А4, Глент, Кобяков, и сегодня мы будем собирать гербарий. На самом-то деле у меня уже какая-то навязчивая идея сделать гербарий, потому что у меня вся грёбаная лента в пинтересте, в листьях растений, прилепленных к блокнотам. И я посмотрел, я насмотрелся на подобные фигни, хрени, и подумал, я что, не настоящий инди-кит, я не настоящий альт-ребёнок и альт-тиктокер, чтобы не сделать подобное. И поэтому я решил, что сейчас я мужественно соберусь, соберу все свои вещи, пойду в лес для собирания листочков. Я куплю блокнот, я это всё прилеплю, я докажу в своё стопроцентное альтовское нутро. Я создан для альт-мира. Сейчас идёт, ну, середина октября, а мой город такой. Какой гербарий? На тебе снега, пожуй. Почему у нас идёт снег? На самом-то деле есть какое-то негласное правило, о котором вообще в интернете не говорят, но я вам расскажу. Я ощутил его на самом себе, не собирайте листья земли для гербария, вообще лучше не собирайте листья земли, потому что, ну, я собираю такой миленький, забавный, поворачиваюсь, стоит собака, её хозяйка, собака берёт и писает на листики. Ничего особенного я такой, ну, ладно, прикол. А я слышу, как она, ну, лапками-то шелестит, она лапками загребала все свои листики, которые она описывала. Я думаю, что они такие мокрые, я думал, ну, вчера, может быть, дождик был, дождика не было. Я потрогал собачьи, собачьи всякие. Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, я вам всё хотел рассказать о том-то, что я планирую переехать. Самый момент, как мне кажется, говорить об этом в видео про гербарий. На самом-то деле, тут очень сильно красиво, и мне безумно это место нравится, в плане местности, тут очень красиво, тут красивая природа, тут хорошая погода, всё, всё, всё отлично. Но какие живут тут люди, это ужасенчик, на самом-то деле, потому что до сих пор ко мне на улице подходят и придираются к моим длинным волосам, проколам, к моей внешности, стилю одежды. Офники всякие, латентные. Ну и дома не особо комфортные условия на данный момент проживать, поэтому я планирую переезжать ещё не знаю куда, но я, наверное, вам расскажу, а может, сниму отдельное видео. Да, сто процентов. На самом деле, такой парадокс странный. Место клёвое, крутое, люди отвратительные. Так бывает в жизни. Всем привет, меня зовут 24. Привет, Кобяков. Привет, Кобяков. До недавнего периода времени я думал, что эти наушники, ну, окончательно, ну, умерли. По итогу, оказывается, они работают под особым геометрическим углом. Нет, на самом деле, получается, они всё-таки умерли, просто айфон оказался умной штукой, и он вместо того, чтобы мне сказать, что там наушники вообще, собственно, не работают, кроме звука, он включил микрофон от самого телефона, и всё записывалось на телефон. Я только сейчас это понял, и сейчас я записываю на микрофон телефона, но это не особо удобно, и звучит тоже не очень, поэтому, ну, придётся покупать новый микрофон. И теперь я сижу, как не знаю кто, изгибаясь, лишь бы они работали, потому что я говорю не настолько чётко, я говорю не настолько чётко и громко, чтобы микрофон и телефон это услышал. Ну, хорошо, просто такой приятненький моментик есть, я снимал видео в лесу. Всё это было с микрофоном от наушников, а спустя некоторое время я проверяю эти видео. Думаете, там хоть один звук записался? Там буквально, можно назвать, 24 часа челлендж, слушаю адские звуки, там просто какое-то адское, адское шипение, вот буквально, если я так буду говорить, вот что-то подобное. Айфон руля? Вот, ладно, окей, я купил альбом для эскизов в качестве альбома The Gear Party, это была ужасная идея, на самом-то деле, потому что всё вываливается, всё неудобно, ну, я могу это оправдать только тем, что листики невероятно эстетичные, они коричневые, поэтому я его купил, но было бы удобнее всё-таки с пружинками, ладно, хорошо, we don't care. Перед сном я брал листочек бумаги, туда складывались эти веточки и листики, и так чередовал. Сверху на этот скетчбук я положил огромный, просто толстенный рюкзак, чтобы это всё придавилось. По итогу, конечно, половина сломалась, но это уже по причине моей неосторожности, можно было выложить это более аккуратней, но это было бы не моё видео, на самом-то деле. Ну и вот, а дальше, я думал, это будет эстетично, если я найду бумажный скотч. Для Леонардо его не было, были двухсторонние, обычные, был клей, идеально подходящий под это всё дело. Думаете, я его нашёл? Нет. Чем я его заменил? Я купил длинный пластырь. На самом-то деле, вроде бы, это может даже выглядеть сносно, но это бы должно... Это не должно было быть так помятно, как будто бы я это достал всё из мусорки. Ну хорошо, хорошо, без проблем, на самом-то деле. В этом есть моя эстетика. Это... Вот этот вот весь прикольчик, это просто настоящая эстетика. Не все поймут, не для всех. Ну блин, на самом деле, мне кажется, это не особо рационально это всё собирал. Вроде бы гербарий нужен для красивых редких листочков, а я буквально это два раза брал, где писали собаки. Ну ничего. Я думаю, что я это буду как-то группировать, может быть, по цвету. Вроде как-то и хочется это всё подписывать, но это всё так лень. Я же что, буду гуглить это? Ну что, ну придурка, похоже. Нет, конечно. И я думаю, что вот эта вот штука выглядит довольно подозрительно, как будто бы я достал какую-то неизлечимую болезнь, и она скоро войдёт в человеческий разум и всех убьёт. На самом деле, жизнь это реально какой-то тлен, потому что я скоро сойду с ума. Меня гоняет военкомат. Иди служи родине. Иди служи родине. No, thank you. Нет, я посижу дома и пособираю гербарий, как в первом добром классе. Объездил 8 секондов. Думал, куплю себе, наберу новый гардероб, новая жизнь, новый я. Нифига, я купил всего одну кофточку, посетив 8 секондов. Это что такое? Жизнь, кайф. Я буду снимать, я снимаю гербарий. Я думаю, что я вот туда вот добавлю что-нибудь там, в виде карандаша, какие-то надписи, какие-то там названия, какие-то там прикольчики, какие-то там эстетичные штучки, чтобы это было выглядело интересно и красиво, а не тупо. Вроде как-то и хочется это всё подписывать, но это всё так лень. Я же чего, буду гуглить это. Ничего, ну придурка, пау. Вообще, я немножко устал, потому что, ну, я 8 часов проснулся, лёг в 4 утра, поэтому я чуть-чуть устал. И продолжу я завтра, так что. Бааай, бааай, бааай. Муха-хе-хе-хе-хе-хе. Муха-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Муха-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Не скажу то, что я как-то сильно расстроен результатом или, наоборот, доволен. Скажу только то, что это всё собиралось из того, что я буквально находил на улице, а там на улице три веточки и обчался. Потому что, ну, сейчас уже заканчивается осень, ничего ты толком не найдёшь, всё сгнило, всё под землёй. Поэтому ждём весну, чтобы сделать более качественно и реально красиво. А так, вам всем спасибо большое. Я вас очень сильно всех люблю.